Вне зависимости от погодных условий, средней скорости потока и ситуации на дороге, основной причиной ДТП является несоблюдение дистанции. Водителю просто не хватает места и времени для совершения того или иного маневра. Как выйти из этой ситуации, не нарушая правил дорожного движения, расспросим у нашего гостя, заместителя начальника ГИБДД Красноярска Романа Васильева. Роман Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Так, расскажите, какая же должна быть настоящая безопасная дистанция? Сколько метров, сантиметров, километров можно? Сейчас, вы знаете, проводится всероссийская кампания «Держи дистанцию» на основе полученных результатов исследований, в том числе при помощи Всероссийского центра изучения общественного мнения, при поддержке Госавтоинспекции Российского союза автостраховщиков, движением без ДТП РФ. Есть специальный сайт, на котором все интересующие материалы расположены. Так вот, на основании исследований было установлено, что дистанцию, оказывается, необходимо вычислять не в метрах, а в секундах во времени. Да что? Обычно все на глаз определяют, вот там далеко-недалеко автомобиль... Оказывается, нет. При этом время – это один из вознешних критериев для выбора безопасной дистанции. Уже даже выведено правило трех секунд. То есть три секунды включает время, необходимое для принятия решения с момента обнаружения опасности, время, необходимое для срабатывания тормозной системы и до полной остановки автомобиля. Но это смотря с какой скоростью двигается автомобиль? Конечно, либо это в ненаселенном пункте, либо в населенном пункте. Но с учетом именно своих динамических характеристик своего автомобиля, погодных и дорожных условий, вот это вот время безопасное для выбора дистанции в городе, именно три секунды. То есть это время необходимо как раз для... найти водителю во времени и в пространстве необходимое место для совершения маневра, чтобы остановить свои транспортные средства и не совершить ДТП. Но все-таки можно посоветовать, на какой дистанции вот от впереди идущего автомобиля нужно держаться? Вы знаете, если говорить точно в метрах или в секундах, я, наверное, отправлю вас на сайт, там даже есть специальный калькулятор. Мы вот рулетку готовили, думали, что померяем, все это буквально объясним вот на пальцах нашим зрителям. Нет, сейчас с помощью современных IT-технологий уже на сайте сделан специальный калькулятор, вы задаете параметры, которые вас интересуют, даже скорость движения, состояние... И они рассчитывают сами все. И они рассчитывают и даже вам подсказывают, безопасна эта дистанция будет, либо нет. Задаете любые условия, в городе, вне города. В общем, сегодня масса вариантов, можно все забивать, смотреть на сайте и вычислять, с какой скоростью сегодня двигаться по дорогам вашего населенного пункта. Ну, вот важно же сохранять контроль над ситуацией, важно же сообразить вовремя, сколько времени тебе понадобится, чтобы совершить тот или иной маньяк. Правильно. Вы знаете, начались исследования все-таки со статистики. Установлено, что каждое пятое ДТП было совершено на территории нашей страны, именно не за соблюдение безопасной дистанции. Но вообще вот это движение, соблюдать дистанцию, держать дистанцию, направлено не только на именно соблюдение этого параметра, а вообще поднять проблему безопасности дорожного движения в целом. Это и соблюдение скоростного режима, это культура поведения водителя на дороге. Зачастую водители, полагаясь только на характеристики своего автомобиля, думая, что он такой динамичный, маневренный, полагаясь на свой профессиональный опыт, который зачастую мнение не совпадает с реальностью, ошибочно выбирает вот такие вот необходимые параметры, и ведет себя на дороге неправильно, что приводит к возникновению ДТП. Вот на территории нашего региона было в прошлом году зарегистрировано 230 ДТП, именно из-за несоблюдения дистанции только. А если остальные участники движения провоцируют тебя все-таки вот как-то лавировать или сокращать дистанцию, нужно поддаваться или нужно вот сел с одной скоростью, едешь и едешь, ни на кого не обращать внимания? Знаете, в правилах дорожного движения есть пункт, правило такое. При обнаружении опасности водитель должен принять все меры для остановки транспортного средства, вплоть до полной остановки. Соблюдайте этот пункт, и у вас будет на дороге все-всегда. А и пусть все остальные гоняют, главное, с вашей дорогой? Конечно, главное держать себя в руках и не поддаваться на провокации. Скажите, вот я знаю, что в образовательных учреждениях нашего города прошли специальные уроки в рамках компании «Дистанция». Много ли было желающих послушать об этом? Вы знаете, с помощью вот именно аниматоров вот этих центров уроки были по-настоящему познавательны и интересны для детей. Они восприняли эти уроки с восторгом. Там два персонажа, пёс и кот. Пёс, который вечно какой-то бесплатный торопит. Да, кот-котофот и собака-флик. Да, и собака-флик. А кот умный такой и полагает себя, остепенись, остановись, посмотри, развернись. И всё это подано с таким интересом для ребятишек, что огромный ажиотаж вызвало на самом деле. И такие мероприятия проводились и в школах, и в детских садах. То есть проблема именно соблюдения правил дорожного движения, поведения себя именно в сфере дорожного движения, необходимо воспитывать уже сообщество. То есть даже это мероприятие направлено на перспективу. То есть фактически настоящие результаты мы увидим впоследствии. Ну да, это же только младшая школа принимала участие, самые юные наши. Нет, а в старших классах школы с помощью учителей физики уже на конкретном примере, с помощью обучающего фильма, было показано, как рассчитать именно с помощью формул физических, и габариты, и приближение транспортного средства, и его динамическое. Когда всё это успеет в голове просчитать молодой человек, да и взрослый человек? Вы недооцениваете способности человеческого мозга. Человеческого мозга, да? На самом деле столько операций происходит, и поэтому тоже немаловажный момент – не отвлекать водителя во время движения. Потому что в этот момент процесс обработки информации происходит настолько интенсивно, что любое воздействие из них может помешать. Мы знаем, что ещё рассказывали о пользе, особенно для малышей, свето-возвращающих элементов. Что это за элементы? Мы так понимаем, пришиваются на одежду, а не куда-то? Ну, в целом, такие мероприятия у нас проходят на автозаправочных станциях, на пунктах регистрации транспортных средств, в 25 школах, в 30 детских садиках. И раздаются материалы для разной категории людей. Ну, допустим, для школьников, например, вот такие вот коврики для мыши. Интересно, да? Да, да, они уже с определённой информацией, которая будет полезна. Правила трёх секунд, о которых я вам говорил, пешеход. Ну, то есть, когда смотришь, занимаешься этим, ты можешь... Информация автоматически откладывается. Да, да, да. Жилеты. Свето-возвращающие. О, это очень полезная штука. Это для водителей. То есть, неважно, дело застало, в пути дорога какая-нибудь беда случилась, обязательно надевайте свето-возвращающий жилет, чтобы у вас было видно издалека. И даже вам, может, увидите, помогут в вашей беде. Дальше для детей то, что было интересного. Так, ну, для водителей, например, вот такой апартамент, где можно хранить все документы, тоже со светоотражающими элементами, вставками. Чтобы легко можно было найти в темноте. Ну, может быть, да. Ну, для детей, например, вот такие вот мягкие игрушки, да, интересные. Они выполнены... Это как раз и есть тот код, о котором мы говорили. Это как раз и есть тот код. Выполнен он из ткани со светоотражением специально. Даже вот сейчас, при дневном свете видно. Очень милый котик. Я думаю, детям нравится. То есть, опять же, при научных исследованиях было установлено, что человеке обнаружить, когда на нем есть светоотражающие элементы, в три раза дальше можно, ежели на нем нет таких элементов. Особенно это актуально в темное время суток, особенно в ненаселенных пунктах. Поэтому для детей, дети – это наше все, мы тщательно, настоятельно рекомендуем именно оборудовать одежду, рюкзаки, какие-то игрушки с собой. Любые светоотражающие элементы на одежде должны быть у ребенка. Спасибо. Итак, резюмируя, можно сказать, что, уважаемые родители, обязательно позаботьтесь о безопасности вашего ребенка. Помимо того, что приобретаете где-то, находите вот такую полезную информацию, раздаточные материалы, обязательно пришейте на одежду ребенка световозвращающие элементы. Тогда будет гораздо безопаснее на дороге. А я напомню, что в гостях у нас был Роман Васильев, заместитель начальника ГИБТД города Красноярск. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. И за позитивную ситуацию на наших дорогах.